С какой скоростью ты максимально с хорошим ножом можешь нашинковать вилок капусты? Держишь ножик и он, смотри, идет как по маслу. Практически им не режем, просто ведем по кости. Смотри, здесь получается у нас с тобой вот косточка уже практически освободилась. Третий нож тестирую и очень удобно лежит в руке нож. Его практически не чувствуется, получается как продолжение твоей руки. Ну что, мне нравится? В смысле, как я порезала? Мне тоже нравится. Приветствуем вас на канале Посудомарт. У нас все, что вы хотели узнать о посуде. Тренды, современные технологии и вечная классика. Сегодня у нас необычный ролик. Мы тестируем ножи Бергер Кэтлери. Сегодня в студии ютуб канала Посудомарт Кость. Мой большой друг, шеф-повар ресторана Абрау Дюрсо на Арбате Сергей Шутов. Сереж, я так рада тебя видеть. Я тебя тоже, Реночка. Сегодня Сергей нас научит, как правильно резать. Расскажет нам, чем принципиально отличаются ножи друг от друга. Я думаю, что он научит меня. Сереж, ты начинаешь вот так вот научиться резать. Научишь? Да, конечно. Отлично. Научит нас вынимать пости из окорочка. Ну, в общем, давайте это все я сейчас собрала в кучу. Не будем об этом. Сереж, какие ножи ты предпочитаешь? Европейцев, японцев? Ну, мне больше нравятся японские ножи. Ну, то есть и классика тоже Германия. А за что ты японские ножи любишь? За их остроту, эргономичность. То есть и удобно они лежат в руке. А немцы как тебе? А немцы это, то есть вечная классика и качество. Чем ты работаешь на кухне у себя? Ну, сейчас у меня японские ножи, ну и тоже есть немецкие. Ну, я надеюсь, что сегодня после наших тестингов ты оценишь Бергер Катлери и перейдешь на него. Я надеюсь. Ну что, давай перейдем с тобой к тому, что каждый нож имеет свою классификацию. И, конечно, есть универсальные ножи. Но все-таки я считаю, что для каждого ножа есть свое предназначение. И давай мы с тобой, сегодня мы с тобой тестируем линейку Эрголайн Олив. Несколько слов буквально скажу об этих ножах. Это высокоуглеродистая кованая сталь. Не буду углубляться в подробности. Это будет в другом ролике, где мы будем рассказывать о уникальности бренда Бергер Катлери. Сегодня мы представляем одну линейку, поэтому речь пойдет о ней. Чем она уникальна? Давай я тебе прям вот на шеф-ноже покажу. Это, конечно же, ручка. Ручка сделана из оливы, поэтому и так и называется Эрголайн Олив. Эрга, я думаю, потому что эргономичность, ну, я бы так это, скажем так, перевела. Сейчас протестируем. Нож очень удобно держать в руке. Что несколько слов о ручке. Из-за того, что ручка, конечно же, сделана из дерева, нельзя пользоваться посудомоечной машиной. Ну, я вообще бы не рекомендовала ножи в посудомойку кидать. Конечно, для многих это важно, но я думаю, когда ты берешь вещь, которая сделана качественно, которая тебя будет радовать и помогать тебе готовить, засовывать ее в посудомойку. Прям, знаешь, когда Бергер берешь в руки, прям я вот вижу этих людей, которые в Золинге делают этот нож. Предлагаю начать с хлебного ножа. Сереж, хлебный нож вот тебе, держи в руку, тестируй, рассказывай. Ну, во-первых, мне нравится очень ручка, то есть очень хорошо лежит в руке. Не скользит? Не скользит, потому что это дерево. То есть мне очень нравится металл. То есть, наверное, скорее всего, сделано из цельного куска металла все. Ты прав. Вот. Давай попробуем порезать. Давай, давай, конечно. Знаете, а ты знаешь, для чего хлебный нож нужен? Вот, слушай, как хрустит. Да. А вот сейчас вы посмотрите, что крошек будет минимальное количество. Практически. Давай с тобой порежем тоненько. Давай. Если. Да, если вы собрались делать, например, какие-то тосты. Либо греночки какие-то. Да, для украшения крутые. К салатику, да. Будет очень... Давай большие попробуем еще. Сереж, много у вас в Абра уйде от хлеба? Очень много. Сами печете? Не сами, но идем к этому. Замечательно. То есть у нас же получается под вино, идет все. Хлеба очень много. Конечно. Ну, я думаю, достаточно. Да, да. Что скажешь? Будем показывать. Конечно, покажем. Вот у нас с тобой большие куски. Вот у нас с тобой тоненькие, да. И тоненькие. Ну что, я думаю, что нож с задачей справился. Шикарно. То есть можно брать на кухню. Замечательно. Как ты говоришь, мы к этому будем стремиться. Хочу добавить, что длина клинка 22 сантиметра. Я думаю, что это оптимальный размер для того, что если вы режете багет, либо вы режете квадратный такой кирпичиком хлеб. Поэтому длина ножа вполне соответствует классике. Самый главный нож на кухне у шефа или у любой хозяйки это шеф-нож. Самая оптимальная длина для меня лично. Это 21 сантиметр, 23. Это уже, конечно же, для вас, для профессионалов. Поэтому сегодня я тебе предлагаю для тестинга нож 21 сантиметр. Каким ты работаешь? Ну, у меня на кухне сантоку. Вот мне больше нравится. У тебя будет сегодня возможность сантоку протестировать. Мне больше нравится, чтобы лезвие было чуть поменьше. То есть и шире. То есть дальше протестируем. Охват какой ты любишь. Длинную ручку. Да. Ну что, давай тестировать. Давай. И сейчас как раз ты мне обещал, что ты научишь нас и наших зрителей, как правильно держать нож. Как убирать пальчики. Как складывать так, чтобы не порезать. Ну и меня научишь. Что, давай капусту? Давай попробуем с капустой. А правда, говорят байка, что когда там молодой повар приходит на кухню, его заставляют порезать, там, я не знаю, мешок морковки и тогда принимают на кухню. Нет, это правда. Я когда только пришел на кухню, меня учили резать, мне давали много-много зелени, то есть и я начинал резать. Твоя основная задача была ее не порвать, не помять, не поржать, что делать? Чтобы научиться резать. Быстро и качественно. Ну давай начнем отсюда. Давай. Ну смотри. Нож очень хорошо режет. Так. Мы с тобой берем наш продукт и будем... Пальчики как держим? Вот так вот. То есть ты поджал пальчики. Поджал. И мы с тобой ведем по нашей косточке нож. Давай. И... Отлично. Отлично. С какой скоростью ты максимально с хорошим ножом можешь нашинковать вилок капусты? Не знаю, я никогда не пробовал. Можем попробовать с закрытыми глазами даже. В следующий раз мы сделаем такой тестинг. Да, с закрытыми глазами классно. Ну смотри. То есть ты не обрежешься? Нет. Ну смотри, мы с тобой ведем по косточке. Ну это всегда получается, когда много режешь, то есть у тебя уже получается как... Закрыть на автомате, с закрытыми глазами уже память появляется. И мы идем, то есть по этой косточке ведем, то есть и можем ускоряться в любой момент, как нам угодно. А если я тебе усложню задачу? Закрытыми глазами? Нет, морковку порежь так же. Давай попробуем морковку. Морковка более твердая, поэтому предлагаю морковку. Бабабам, бабам. В кустах морковка. Как порежем? Кубиком, квадратиком? Ну как на суп правильно скажем? Ну как на суп правильно. Осмотря какой суп. Ну давай на борщ. Ну это тогда соломка. Договорились. Ну я просто на терке тру и все. Но это не надо брать как пример, лучше все резать. Допустим. Допустим. Вот, и получим у нас с вами соломочка. Что, начинаем? Мне очень нравится. Да, мне тоже. Скажи, пожалуйста, а ты вот, когда готовят твои повара... Кстати, сколько у тебя поваров на кухне работает? Ну здесь меньше, в Москве. У меня получается в смену около шести поваров. Ну и плюс заготовка. А сколько у вас посадок? 120 человек. Прекрасно. Не буду спрашивать, сколько выпивается шампанского, Абрау, Дерсоль. Очень, очень, очень много. Это прекрасно. Это наша гордость. Это наши виноградники. Это наше виноделие. И я думаю, что Абрау будет развиваться и дальше. Ты ходишь, проверяешь у них нарезку? Конечно. Ну, чуть для этого есть у шефа, но я тоже бывает иногда. Если они неправильно ее делают, что бывает? Они потом переделывают. А, то есть все, и как всегда, блюдо за ваш счет. Все к счастью, я ли кухню. Прекрасно. Давай, скажи нам несколько слов о ноже, о шефе. Лично у меня вот такой нож. Потому что больше всего мне нравится рез, больше всего мне нравится вес, мне нравится ручка, то, что не скользит. И, как мы с тобой уже говорили, я тоже не люблю длинные клинки. Поэтому, а что тебе? Ну, для меня тоже очень понравился. Очень удобно резать, он легкий. То есть, и мне очень нравится металл. То есть, он и не скользит. То есть, когда режешь, получается, что с багетом, что получается, с капустой, либо с морковкой, то есть, не прилипает к металлу. То есть, и это очень хорошо. То есть, когда режешь, то есть, если его быстро резать, иногда бывает то, что морковка, либо что-то, какой-то продукт начинает собираться в нож. То есть, да. И самое последнее, Сереж, давай возьмем китайскую капусту. Ну, давай попробуем. И еще раз, пожалуйста, закрепи, как режем. Я уберу в сторону эту капусту. Давай, и эту морковку. Да, эту морковку я и обещала съесть. И давай все-таки более замедленно. То есть, берем нож, как держим пальчики, так? Ну, здесь, получается, больше кому удобнее. То есть, если для девушек, девушки больше берут. Мне еще угол очень нравится, он не острый и руке не больно. Пальчик? Да. То есть, и пальчик вот сюда. Угу. Вот. Здесь мы с тобой, получается. Давай. Ага. Верим нашу вот эту вот косточку. Угу. Очень острый. Да не то, что острый. Придется переделывать и блюдо за свой счет. Ты же сказал уже, поэтому, знаешь... Ну, ты пока не налажешь кухню. Ну, что? Мне нравится. В смысле, как я порезала. Мне тоже нравится. Я думаю... То есть, для салата хорошо. Да, я думаю, если будут вопросы, Сережа, мы отдельно снимем. Прям вот буквально там пошагово, как держать, как делать. Вообще, это очень интересная история, потому что все хотят не только резать хорошим ножом. Ну, и иметь правильную технику. Следующий нож, который я тебе предлагаю тестировать, это будет сантоку. Он мой любимый. Да, твой любимый, поэтому все для тебя. Он у нас 16-сантиметровый, с такими вот чудесными фестонами. Опять же, ручка деревянная. Заберись. Ну, Григо, мне очень нравится эта серия. То есть, очень удобно его лежит в руке. То есть, я вот уже, получается, третий нож тестирую, и очень удобно лежит в руке нож. Потому что его практически не чувствуется, получается, как продолжение твоей руки. Скажи мне, за что ты сантоку любишь? Я пытаюсь все время понять, почему люди делятся на два лагеря, которые любят сантоку, и которые равнодушны к сантоку. Вот кто не любит, не встречала. Есть равнодушные. Это как с сушими. То есть, люди либо едят суши, либо не едят. Это вот то же самое, примерно. Мне, не знаю, очень нравится, как лежит в руке. То есть, и очень удобно. То есть, здесь лезвие длиннее. Ну, значит, сантоку бывает тоже 21, сантоку 23. Бывает, бывает. Бывает, и японские вот такие ножи большие. Конечно, да. Вот. Это мне очень нравится, когда в руке всегда лежит нож. А вот еще скажи, есть ли такое понятие, что сантоку для определенного вида продукта? Или ты им все готовишь, как универсальный? Да, да, да. Есть два мнения. Ну, для меня он более универсальный. А кто-то говорит, что он для рыбы, потому что здесь есть фестоны, воздух не попадает, и рыба не отлетает. А ну ты, почему? Ты же можешь тоже так же мясо порезать, и тоже не будет ничего прилипать. Я тебе больше скажу, я сантоку сыр режу, и у меня тоже ничего не прилипает. Ну что, давай ты сделаем. Не нужно в воде мочить. Нет, ты хочешь перчатки одеть из-за того, что с рыбой. Да, давай, я одену перчатки. Хорошо. Перчатки, рыба, сантоку. Давай, начнем. Давай. Филе лосося. Ну давай попробуем сначала просто разрезать. Кожу не будем снимать сразу? А мы сначала попробуем с тобой так, вместе с кожей. Смотри, великолепно отходит и кожа. Ну давай попробуем здесь снять с кожи. Давай. Смотрите, как великолепно все отходит. Угу, тоненько получилось. Режем кубиками? Да, давай, например, как на что? На тартар. Как на тартар? Давай. Давай. Потом посолим и съедим. О, да. У нас как раз там еще хлебушка остался. Прекрасно. Я думаю, что да, у нас сегодня будет с тобой чем скоротать обед. Кстати, вот ты согласен, что рыба к белому вину, а мясо к красному? Сейчас бы я, наверное, раньше бы, когда я не работал в Абрау, наверное, согласился бы. А сейчас, когда у нас есть много линейок вина всякого, то есть есть и к десерту всякие вина. Это да. Ну что, я думаю, Сантоку одобрено. Как показывается, вот так, да, когда значок ставит? Вот так. Вот так. Мы его одобряем. Что, переходим к следующему ножу. Следующий нож, который я предлагаю Сереже тестировать. Нож, на мой взгляд, недооцененный. Я его оценила, когда только купила себе. Это нож бутербродный или нож для помидоров. Заточка очень напоминает заточку хлебного ножа. И мне бы хотелось узнать твое мнение, насколько твоя бы жизнь была удобнее, если бы он был у тебя на кухне. Держи. Маленький, да, хороший, удобный. Да, ты права. По поводу заточки. Похож очень на хлебный. Давай попробуем. Давай. Помидоры. Помидорчик берем. Будем резать так? Или вот так? Как тебе больше нравится? К помидору у меня претензий нет. Дай попробуем, Светлана. А давай как будто бы ты делаешь салат с моцареллой и подаешь ее вот так красиво. Помидоры, моцарелла. Капреза. Капреза. Давай это капреза. Ну давай тогда. Вот я не могу дома уже без помидорного ножа. Я могу тебе сказать, что все-таки масло на хлеб я могу намазать любым ножом. Слава богу, хорошие столовые приборы. А вот помидорку резать не могу. Лимон не могу другим ножом резать. Слушай, он очень хороший, знаешь, из-за чего? Потому что помидоры у нас всегда бывают разные. Как сейчас в нашей стране иногда бывают пластмассовые. И этим ножом будет тогда очень удобно резать. Смотри, у нас с тобой ничего не стекает с помидорами. То есть они очень хорошо режут. И мы помидоры. Да, и мне есть прям помидоры нравится. И мы режем. Мы не мнем помидоры. Мы режем. Это основное. То есть то, что мы не мнем. Ну красота. Ну красота. Помидор не мнется. Смотри. И весь сок остается в помидоре. То есть и потом получается в блюде. Причем, что мне нравится в строении этого ножа, они бывают разные. Это то, что здесь острый кончик. И, соответственно, расширение идет вот сюда. Почему? Потому что вы можете начать резать с кончика. И потом уже дальше. В общем, он не будет пилить ваш помидор. Это главное. Да, то есть у вас получается помидор не будет мяться. То есть и весь сок останется в помидоре. Рекомендуешь? Рекомендую. Договорились. И мы переходим к следующему ножу. Следующий нож, который я предлагаю тебе оттестировать, это так называемый маленький уютненький овощничок. Несмотря на то, что сейчас очень много овощечисток, так называемых экономок, великая сила привычки заставляет меня чистить картошку ножом-овощником. Еще, ты знаешь, с появлением этого ножа в моем доме я перестала кусать яблоки. Ну, неэстетично, ну, некрасиво сидишь, знаешь, как морфушенька-душенька. Мне нравятся кусочки так отрезать, маленькие есть, да. А еще, кто не знает, я думаю, знают все, у меня дома есть собаки, которые тоже ждут, когда овощничок порежет грушку и отправит им эту грушку в пасть. Держи нож. Отлично. Держи грушу. А есть салат из груши? Конечно, есть. Ну, не стомленный, а со свежей. Конечно. Давай, на салат. На салат. Давай попробуем с тобой. Вот так сделаем. Ну? Так. И порежем на салат. У нас получится так называемыми дольками. Да. Вот, если нам с тобой еще добавить сюда сыр с плесенью и салат, и меда, и белое вино. И белое вино, и получится вообще шикарно. Шикарное блюдо с ресторана Абраудерсона Арбате. Давай попробуем, может быть, еще отрежем и протестируем кубик. Как будет режется кубик? Все, что у тебя с браком, я готова съесть. Ты же помнишь, да? Что уничтожитель рядом. И последнее. Как ты любишь это вот так? Да, как я люблю. Это вот так. И шкурку сними еще с груши. Попробуем. Вот. Отлично. Вот. Знаешь, что мне не нравится в современных экономках? Они часто вот так прокручиваются. Да. А с этим ножом будет все очень аккуратно. Да, а здесь ты вот держишь ножик, и он, смотри, идет как по маслу. Итак, овощник мы тоже включаем в наш набор ножей. Правильно? Да. Да. Красиво. Отлично. Красивая груша получилась. Если не видно, вот готова показать, насколько ровненько, аккуратненько. И главное, тоненько. Следующий нож, который я предлагаю включить в наш набор, это обвалочный нож. Мной он, к сожалению, не раскрыт. Я не умею, честно тебе скажу, им пользоваться. Я обхожусь либо классическим, либо сантоку, и даже тебе больше скажу, овощничком могу много чего сделать с мясом. А вот обвалочный, наверное, я не оценила, а вот обвалочный, наверное, я не оценила, потому что просто я не умею им пользоваться. А когда чего-то не умеешь, тогда тебе кажется, что ай, и так сойдет. Поэтому я предлагаю тебе обвалочный нож. Сереж, почему он обвалочный? Вот форма такая у него интересная, для чего? Потому что, когда ты обваливаешь мясо, либо, то есть, курицу, ты идешь по кости, то есть, из-за этого изогнуты, чтобы чувствовать кость, и чтобы отделялась. Вот, из-за этого так. А вот еще я знаю, что... И вот то, что он удлинен. Да, еще я знаю, что обвалочным ножом суши очень удобно нарезать, когда ты готовишь. Нет? Не знаю, не пробовал. Хорошо, договорись, ты суши не умеешь готовить? Нет, я умею. Отлично. Держи. Ты обещал прям мастер-класс, поэтому не торопись, прям все проговаривай и нам рассказывай. Миску я сама уберу, а вот так сделать красиво не смогу. Итак, мы берем окорочок. Сначала мы снимем кожу, это можно, в принципе, снять и руками. И вот здесь мы тогда воспользуемся нашим ножом. Кончиком, да? Конечно. Надрезаем кожицу. Смотри, как все аккуратненько отходит. Да. Вот. Вот, я же сейчас говорил по поводу длины ножа. Да. Вот видишь, как все аккуратно отходит. От мяса. Сережа, да, шкуру не порвал. Вот. Можно, кстати, из этой кожи ее нафаршировать чем-нибудь. Ну, я про это имела в виду. И получится, да. Получится, например, совершенно замечательные рулетики. Вообще жганно. С грибами, с чем угодно. Дальше. Сняли кожу. И дальше, то есть, мы берем и кому что нужно. То есть, некоторые используют эту часть. Давай попробуем отделить от кости. Вот наш с тобой косточка. Мы даже с тобой, получается, не рубим. А надрезаем? А надрезаем просто по сухожилию. Угу. Хочется тебе помочь? Да нет, перчаток. Справляйся. Вот. Все. Угу. И наш с тобой косточка отходит сама по себе. То есть, из-за того, что нож очень острый, надо быть аккуратным. И вот смотрим мы с тобой раз. И у нас с тобой, получается, две аккуратные половиночки. А ты сам точишь ножи? У меня заготовщики точат мне ножи. Представляю. То есть, а если он испортит тебе нож? Прям придется мне новый покупать. А, вот так, да? То есть, они выстраиваются заготовщики, перекрестились. Кто сегодня, Сергей, точит нож, кто, если что, купит новый. Давай тогда тобой вытащим кость. Давай. Мы с тобой делаем надрез. Как хирург. Как хирург. Скальпелем. Смотри, у нас с тобой появляется косточка. Да, вижу. Беленькая. Мы с тобой идем аккуратненько. Смотри, по кости. Нашим с тобой обвалочным ножом. Только главное аккуратно и руки. Смотри, не нужно делать резких движений. Мы с тобой просто ведем... Все на кухне нельзя делать резкие движения. Да, да. Мы с тобой идем просто по кости. Покасательный. То есть, и нож, смотри, сам режет. То есть, не нужно делать больше никаких лишних движений. Так, мы сделали надрез. Надрез. И вот смотри, у нас с тобой косточка появилась. Мы с тобой просто ведем. Да, она прям уже практически лысая. Да. Я про косточку. Да. Смотри. И вот здесь вот мы с тобой делаем надрез. Смотри, вот он, видишь, вам. Все само по себе отходит. И вот он. Ну, не по себе, конечно. Нет, нет, конечно. А с помощью обвалочного ножа. Конечно. Когда по себе, это страшно. Выкиньте лучше этот окорочок. То есть, короче, обвалочный нож тоже надо включать в свой набор. Да. Я поняла. Я не могу сказать, что, наверное, я им часто буду пользоваться. А может и часто. Не знаю пока. Ну, это все зависит от того, какое ты мясо будешь покупать. Ты знаешь, ничего так не успокаивает, как смотреть на огонь, воду и как работают другие люди. Поэтому вот смотрю я, как ты работаешь ножом, и мне хочется его. Мы даже практически им не режем, просто ведем по кости. Смотри, здесь получается у нас с тобой вот косточка уже практически освободилась. С тобой делаем маленький надрез, и оп, вот наш с тобой косточка. Чистенькая. Аккуратненько. Да. Класс. То есть, вот этот вот хайбет можно использовать на суп. Да. А вот у нас с тобой уже получается чистое филе. Да, бедра. Бедра. Отлично. Хорошо. А главное, что знаешь, еще что мне нравится? С экономической точки зрения, вот этот обвалочный нож, он дает минимальное количество отходов. Да, я с тобой соглашусь. Ну, вот у нас с вами получается косточка, и здесь тоже кость. И тут у нас получается чистое филе. Можно отбить и сделать даже стейк из курицы. Прекрасно. Я делаю правильный вывод, обвалочный нож мы тоже включаем в наш набор. Да, конечно. Ну что, друзья, мы с вами оттестировали и собрали свой набор ножей бергер-катлери серии Ergoline Olive. За что мы выбрали эту серию, мы вам уже говорили. Это то, что рукоять сделана из дерева оливы. Какие ножи мы с Сергеем все-таки попробовали и рекомендовали в обязательном порядке взять в набор на каждую кухню. Итак, у нас с вами плохо жить без хлебного ножа. Совершенно недопустимо жить без шеф-ножа. Ну, с Антоку можете жить без него, но лучше все-таки с ним. Нельзя прожить без обвалочного ножа. Совершенно с новой точки зрения мы открыли для себя нож бутербродный или нож для томатов. Ну и милый нож-овощничок, который, в принципе, может выполнять несколько функций. Что, Сереж, я права? Все ножи берем? Да, ты права. Я даже на кухне такие все взял бы. Замечательно. А еще хочу сказать, что обязательно посмотрите наш ролик по уходу за ножами. Там вам еще раз будет дана рекомендация, как за ними ухаживать, как их правильно хранить. Я все-таки рекомендую ножи на кухне хранить вот в таких подставках, потому что, во-первых, у них есть пространство, ножи отдалены друг от друга, и, во-вторых, они всегда находятся, как это правильно сказать, на открытом воздухе. А у нас, да, дышат, а у нас не все, Сережа, сюрпризы. Как ты относишься к подаркам? Очень хорошо. И сейчас, ба-ба-бам, ба-бам, рояль в кустах. В благодарность от YouTube-канала Посуда Март, от интернет-магазина Посуда Март, мы бы хотели тебе презентовать. Шеф-нож, прости, не Сантоху. Я думаю, ты еще к нам придешь. Конечно, если позовете. Мы тобой будем тестировать другие серии. И, кто знает, может быть, добрый волшебник подарит тебе Сантоху. Давай, распаковываем, мне очень интересно. Нет, подожди, монетки хочу. По нашей традиции. Да-да-да, нельзя традицировать эти монетки. Сейчас, подожди, подожди, подожди. А, слоник. Давай. Давай вот так вот. Давай. Никогда не покупал, как это, за пять золотых мы отдаем Сереже нож. Держи. Спасибо большое. Распакуй, посмотрим. Вдруг все-таки кто-то что-то не положил. Вообще, хочу тебе сказать, по упаковке этот нож прям приятно дарить. Давай посмотрим. Давай. Что это? Подожди. Ну, что ты вот так вот убираешь? Вот повара, раз, скорее бы нож достать. Давай посмотрим. Давай. Что здесь? Смотри, здесь тебе описаны, какие ножи еще есть в линейке. Бергер Катлере, ну и, собственно говоря, к чему стремиться, какие бывают коллекции, рукоятки. И главное, Сереженька, советы по уходу есть. В общем-то, очень полезный буклет. Хорошо. Советы его хранить на время жизни ножа. Я еще посмотрю. Запомнишь. Давай. Ну, давай посмотрим. Аккуратно. Конечно. И он твой. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Приятно с вами, шеф, работать на кухне. Спасибо большое. Мы благодарим Сергея Шутова, шеф-повара Абрау Дюрсо на Арбате за участие в нашем ролике. И, конечно, мы с удовольствием будем видеть Сережу и дальше на нашей кухне. А на сегодня это все новости из мира посуды. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине Посуда Март. Или прийти, подержать в руках и лично убедиться в качестве в нашем магазине Посуда Март. Адрес магазина в описании к видео. И, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Посуда Март. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте и пишите мне ваши комментарии. До новых встреч на YouTube-канале Посуда Март. Субтитры сделал DimaTorzok